Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Тамара Козырева. Рада приветствовать вас на канале Менгуру. Сегодня у меня в гостях Ринская Наталья Вадимовна, основатель центра коррекции зрения Наталья Ринской, оптометрист и специалист по бинокулярным нарушениям. Наталья Вадимовна, здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно вас видеть. Здравствуйте. Мы с вами сегодня детально разберем тему косоглазия, как у детей, так и у взрослых, какие методы сегодня существуют, какие из них применяются в России, эффективно ли заклеивать глаз, поможет ли операция, если нет, то что на самом деле поможет, и кому бежать за помощью. Я также знаю, что вы ведете активность в своей социальной сети, там много полезной информации, поэтому, дорогие друзья, кому тема актуальна, подписывайтесь, обязательно оставлю ссылки в описании к видео и на Телеграм, и на YouTube. И не забывайте, что вы можете оставлять вопросы в комментариях, мы все читаем, и если вопросов будет много, мы встретимся еще раз и ответим на них. Когда я изучала эту тему, и смотрела, с кем из экспертов ее лучше записать, я в первую очередь смотрела в сторону окулистов, но выяснилось, что нужно идти к оптометристам. Давайте начнем с этого, расскажите немножко о том, кто такой оптометрист и с какими проблемами к вам приходит. Хороший вопрос. Значит, я расскажу о разнице между оптомологией и оптометрией, и она есть в нашей стране одна специфика, в других странах другая специфика. Значит, в нашей стране врач-оптальмолог – это специалист, которого обучают лечить патологи органа зрения. То есть, если мы это упростим, то это конъюнктивит, кератит, глаукома, катаракта, отслоение сетчатки и так далее. То есть, это специалист, который лечит глаз как орган зрения. Оптометрист в нашей стране, в России, имеет возможность в рамках нашей страны получить только среднее образование. То есть, высшего образования по оптометрии в России нет. Если мы обратимся в другие страны, которые более развиты с точки зрения оптометрии, это в основном англоязычные страны, то оптометрист там – это специалист, который получает высшее образование. И в рамках своего высшего образования он дальше может получить ту или иную специализацию. Например, в Британии это может быть специалист по педиатрии, оптометрии педиатрической, это может быть гериатрия, это может быть слабовидение, это может быть специалист по глаукоме и так далее. То есть, функционал намного шире. Я получила свою специализацию в рамках бинокулярных нарушений, то есть оптометристость это специалист, который подбирает коррекцию зрения очковую или контактную, в том числе это жесткая контактная коррекция, в том числе это ортокертология, опять же в нашей стране жесткая контактная коррекция и ортокертология как является жесткой контактной коррекцией, оптометристость запрещено этим заниматься только под началом офтальмолога, но оптометрист обучается не только коррекции зрения, что такое коррекция Это близорукость, дальнозоркость, астигматизм, но также оптометрист обучается и функциям бинокулярной системы, то есть как глаза вместе как парный орган работают, как мозг совмещает две картинки, которые формируются на сетчатках правого и левого глаза в один единый образ и как осуществляется контроль мышц, которые отвечают за положение глаз, когда мы смотрим налево, направо и так далее. То есть бинокулярные нарушения – это косоглазие, конечно, это амблиопия ленивых глаз, это нарушения фокусировки, аккомодационные нарушения и еще ряд других менее известных, так скажем, менее часто встречающихся нарушений. То есть оптометрист, который получает специализацию в бинокулярных нарушениях, еще раз подчеркиваю, не в рамках постсоветского пространства, может иметь специализацию, которая ему дает возможность с точки зрения умений, знаний, компетенций, теоретической глубины для того, чтобы заниматься именно бинокулярными нарушениями. Врач-офтальмолог этим не занимается, ввиду того, что это просто другая профессия. Специализации у врача-офтальмолога по бинокулярным нарушениям он тоже их может пройти, опять-таки не в рамках образования, которое может получить на территории Российской Федерации. Чаще всего 99.9% врачей-офтальмологов не занимаются подбором коррекции зрения, они занимаются лечением патологий, лечением проблем, которые именно орган зрения. Не взаимосвязь левого и правого глаза и не взаимосвязь работы системы, бинокулярной системы. Спасибо большое. Я предлагаю перейти к основной теме сегодняшнего интервью. Это косоглазие. Давайте разбираться, что же это такое. Косоглазие – это нарушение бинокулярной системы, при котором один глаз смотрит на тот объект, который мы хотим фиксировать, а другой глаз смотрит в любую другую сторону. Если второй глаз смотрит к виску, это называется расходящийся косоглазие, а если к носу, то сходящийся косоглазие. При этом может быть, это называется, альтернирующее косоглазие, когда, например, правый глаз смотрит на объект, лево отклоняется к виску, а потом они перепрыгивают наоборот. То есть то один фиксирует, то другой фиксирует. Косоглазие, причин косоглазия их достаточно много. Одна из причин – это неврологическая патология. Поэтому при любом косоглазии необходимо исключить неврологическую патологию, необходимо отправить к невропатологу для того, чтобы исключить такую причину. Если это не неврологическая патология, значит это нарушение бинокулярной системы. При, например, высокой степени гиперметропии, если ребенок рождается с диоптерами плюс 8, то часто возникает сходящийся косоглазие. Потому что фокусировка требуется для того, чтобы перенести фокусную сочетку глаза излишняя, и глаз уходит к носу. Если ребенок рождается с высокой степенью близорукости, качество зрения низкое, из-за этого нет стимула зрительным осям выравниваться относительно того объекта, на который мы смотрим. То есть что так мы смотрим, ничего не видим, что в росте мы смотрим, ничего не видим. Тоже возникает часто косоглазие. Если один глаз хорошо видит, другой глаз плохо видит. Это часто причина косоглазия. Если врожденная катаракта, тоже при этом, при такой ситуации часто возникает косоглазие. А может возникнуть косоглазие у взрослого пациента, у которого вроде нету каких-то подноготных, которые являются почвой до возникновения косоглазия, но бинокулярная система сформировалась неправильно. Или, например, пациент не носит коррекцию зрения. У него с отозрением, например, 60-70%, он об этом даже не знает, а если знает, то оно его не мешает, или он не хочет носить очки каким-то другим соображением. Неправильно функционирует зрительная система, что способствует возникновению косоглазия. Пациент приходит уже ко мне на прием с кипой бумажек, что у него началось вдвоение. Он обратился к офтальмологу в поликлинике, тот его отправил к неврологу, сделали МРТ, сделали еще огромное количество исследований, причину не нашли. И он приходит ко мне, когда угол уже огромный, когда время, условно говоря, потеряно. И восстанавливает такую зрительную систему, можно пробовать, но это долго и упорно. То есть может возникнуть косоглазие по неизвестным причинам, просто, условно говоря, на ровном месте. А может быть косоглазие, когда мы точно знаем, что стало причиной. Есть более 60 видов типов косоглазий. Необходимо поставить точный диагноз для того, чтобы принять решение, в какую сторону мы двигаемся для того, чтобы восстановить, если это, возможно, бинокулярная функция. Скажите, пожалуйста, косоглазие – это всегда врожденная история или может возникнуть в любом возрасте? Оно может возникнуть в любом возрасте. Оно может возникнуть в 3 года, в 5, в 10, в 30, в 60. Оно обязательно сопровождает другие заболевания, либо проблемы со зрением, либо может возникнуть самостоятельно? Не обязательно, абсолютно. Чаще всего косоглазие возникает тогда, когда есть нарушение работы зрительной системы. Например, глаза плохо видят, и человек не пользуется коррекцией зрения, ходит без очков, без контактных линз. И тогда косоглазие возникает с большим углом раньше и больше шансов на то, чтобы оно возникло. А может вакцинуть косоглазие, когда пациент пользуется коррекцией, он видит хорошо, условно говоря, на ровном месте. Такое тоже может быть. Поэтому важно, так же, как мы ходим, я надеюсь, ходим к стоматологу раз в год, так же ходить не только к офтермологу, но и к оптометризу для того, чтобы контролировать процесс. Для того, чтобы как только, если, не дай бог, выявляется какая-то склонность к тому, что может возникнуть косоглазие, то намного легче, проще и быстрее предотвратить косоглазие, чем работать с уже сломанной, грубо говоря, зрительной системой и восстанавливать функции бинокулярности. Во-первых, эффективность лечения намного ниже, во-вторых, это намного дольше и с большими усилиями. А если зрительная система дала трещину, то есть оно ещё работает, но пусть неправильно, но работает, восстановить функции намного легче, быстрее и с большим успехом мы это можем добиться, это можно будет сделать. Если у человека идеальное зрение, что может вызвать косоглазие? Неправильная работа бинокулярной системы, неправильное согласование, фокусировки и конвергенции. Объясняю. Если мы смотрим далеко, то мышца, которая отвечает за фокус, расслаблена, она называется целярная мышца, и зрительной осью находится параллельно. Зрачок у нас широкий. Когда мы переносим взгляд от отдалённого объекта на близко расположенный объект, во-первых, глаза съезжаются к носу, это называется конвергенция, во-вторых, напрягается мышца внутри глаза, она называется целярная, для того, чтобы сфокусировать взгляд на близком расстоянии, а в-третьих, изменяется диаметр зрачка, то есть это неврологическая триада, она задействует три функции этого сужения диаметра зрачка, это смещение зрительных осей к носу и это фокусировка на близком расстоянии. Вот если эта взаимосвязь, особенности между фокусировкой и смещением глаз к носу неправильно работает, это может стать причиной возникновения косоглазия. Слабость мышечная, недостаточная проводимость неврологического потока к мышцам. У каждого глаза есть шесть мышц, две прямых, четыре косых. То есть у нас 12 мышц, которые отвечают за положение зрительных осей, которые должны взаимодействовать правильно одна с другой и взаимодействовать правильно с мышцами, которые отвечают за фокусировку. Это взаимосвязанный неврологический процесс. Если в этом процессе есть сбой, он может привести к возникновению косоглазия. Поэтому оценивается, как работает каждая в отдельности функция на приеме, оценивается взаимосвязь вот этой вот аккомодации к конвергенции. И если все хорошо, то нет шансов, что возникнет косоглазие. А если, например, пациент не может свести глаза к носу в достаточной мере или удержать их в носу, то начинается отклонение зрительной оси и приводит в итоге к расходящемуся косоглазию. Или наоборот, смещение глаз к носу. Такое тоже может быть. А может быть косоглазие, которое вызвано неудачным походом к косметологу, который ботокс не так наколол. Может быть следствием травмы, может следствием неврологической патологии опухоли внутричерепной. Вы сами перешли к страшилкам. Скажите, когда дети балуются глазами, и им говорят, что не делай так, на всю жизнь косым останешься. Это возможно или нет? Нет такой угрозы. Нет такой угрозы. Можно баловаться. По 8 часов в день они не балуются. То есть от того, что они 3 раза в день, в протяжении аж целых двух недель, пока эта забава не надоест, воду скашивает глаза к носу, ничего страшного не произойдет. Давайте немножко поговорим о других нарушениях, с которыми вы работаете. Это ленивый глаз и двоение. Двоение – это симптом косоглазия. Двоение – это тогда, когда мы видим два объекта, один рядом с другим. Этот объект может быть левее-правее, выше-ниже, наискосочек и так далее. Но это два объекта рядом. Это двоение может быть постоянным или непостоянным. Например, утром мы проснули, все двоит, к вечеру мы устали, все двоит, течение дня не двоит. Это значит, что возникает косоглазие утром, пока мы еще не проснулись, и вечером, когда мы уже устали. То есть двоение равно косоглазия. Двоение не может возникнуть в отсутствии косоглазия. За исключением случаев патологий органа зрения. Например, кератоконус. И тогда двоение будет, когда мы закрываем один глаз, все равно происходит двоит. То есть монокулярно смотрим одним глазом. Если у нас двоит, и мы один глаз закрыли, и двоение исчезло, это нарушение бинокулярной системы. То есть симптоматикой косоглазия является двоение. Двоение не возникает в отсутствии косоглазия за крайне редкими патологиями. А если есть косоглазие, всегда есть двоение или не обязательно? Не обязательно. Если косоглазие возникло в раннем детстве, условно до трехлетнего возраста, то когда глаз начинает уходить, возникает двоение. С двоением зрительной системы жить ей очень тяжело, потому что я вижу две мамы, два папы, два меча, две двери и так далее. И сенсорная адаптация при раннем развитии косоглазия обычно происходит несколькими путями. Наиболее распространенный путь это когда мозг игнорирует картинку, которая идет от одного глаза. Например, один глаз смотрит на вас, на компьютер, другой смотрит туда, на приборы, на мои. И мы видим одновременно и компьютер, и приборы. И мозг выбирает игнорировать картинку, который идет от того глаза, который отклоняется. Это называется супрессия, подавление. При этом глаз продолжает передавать информацию. При этом глаз не слеп, не отозрительный нерв, не атрофируется. Все продолжает идти в мозг, но мозг выключает одну картинку, он ее игнорирует. И тогда получается, это называется, монокулярный характер зрения. Когда человек фиксируется правым глазом, он видит только то, что видно правым глазом, а второй глаз, как бы он ни находился, он не фиксирует. Он фиксирует, но мозг его выключает. А когда он смотрит левым глазом, то выключается картинка правого глаза. Это называется супрессия. Еще может сформироваться аномальная корреспонденция сетчаток, но это реже происходит. То есть разные бывают адаптации. Если косоглазие началось в возрасте условно после трех лет, то сенсорная адаптация чаще всего не происходит, и у человека постоянно непреодолимое вдвоение в тот момент, когда есть косоглазие. Косоглазие тоже может быть периодическим, то есть когда мы устаем, не выспались, не знаю, там 31 декабря, при температуре у нас это косоглазие проявляется, когда организм, условно говоря, слабее. Когда мы выспались в выходной, еще не садились там с компьютера, не читали ничего, тогда косоглазия нет. Когда косоглазие возникает, когда глаз уходит один по отношению к другому, вот тогда возникает вдвоение. Что касается амблиопии, амблиопия – это ленивый глаз. Амблиопия возникает при определенных ситуациях. Наиболее распространенные ситуации – это, например, амблиопия, которая является следствием разной остроты зрения правого и левого глаза в отсутствии коррекции. Один глаз видит хорошо, другой глаз видит плохо. Один глаз передает мозгу качественную зрительную информацию, а другой некачественную зрительную информацию. Из-за этого у того глаза, который передает более качественную информацию, формируется больше неврологических контуров, больше клеток, которые обрабатывают зрительную информацию в затылочной доле коры головного мозга, в латеральном коленчатом теле и еще в других всяких зонах мозга всякими красивыми и умными названиями. То есть амблиопия – ленивый глаз. Это значит, с глазом все хорошо. Глаз не ленивый. Он работает, он передает информацию, а мозг перераспределяет количество и качество синапсов или клеток, которые отвечают за восприятие зрительной информации. Значит, амблиопия может возникнуть при низкой остроте зрения правого и левого глаза, на оба глаза будет амблиопия. Амблиопия может возникнуть, когда один глаз лучше видит, а другой хуже видит, когда будет на один глаз больше прямо амблиопия, на другой меньше, или на один вообще не будет амблиопия. Она может возникнуть при постоянном косоглазии. Один глаз смотрит, прямо другой убегает, и тот, который убегает, там будет амблиопия. Амблиопия может возникнуть вследствие врожденной катаракты, когда глаз вообще не видит, и она возникает. Называется амблиопия депривации, то есть когда мы предотвращаем попадание света в глаз. А еще может быть амблиопия, которая вызвана из-за того, что мы заклеивали глаз, окклюзировали глаз, это тоже создали депривацию, то есть предотвращаем попадание света на сенчатку, и возникает амблиопия, которая является следствием неправильного лечения косоглазия чаще всего. Вот я помню, раньше было очень много детей, особенно в детских садах, с заклеенным одним, ну не глазом, очки им заклеивали, а сейчас я практически не вижу этого. От этого метода отказались или просто я меньше общаюсь с детьми? В странах, где проводятся исследования в профессии оптометрии, где есть университеты по оптометрии, здесь кафедры оптометрии, где, ну грубо говоря, где оптометрия она не остановилась в своем развитии в 60-х, 70-х, а продолжила свое развитие до текущего года, 23-го, в этих странах окклюзию не применяется вот где-то в 60-х, 70-х годах. Не применяется практически полностью, применяется только в крайних случаях. Почему? Потому что окклюзия, она, что такое окклюзия? Значит, залепили один глаз, один глаз смотрит, а другой нет. Когда мы предотвращаем зрение одного глаза, то в этот момент у нас мозг получает информацию зрительную только от одного глаза. А если при этом мы ставим задачу при окклюзии лечить косоглазие, что косоглазие? Когда глаза неправильно взаимодействуют один с другим. Ну давайте выключим один глаз, и как тогда второй глаз может наладить работу с первым, если тот не участвует в процессе зрения? Это очень агрессивный метод воздействия на бинокулярную систему, который усугубляет угол косоглазия и не применяется для лечения косоглазия в тех странах, опять-таки, где есть оптометрия. Более того, если родители, которые окклюзируют своего ребенка. Вот у пациента, например, левым глазом смотрят, правый глаз смотрит к носу. Вот мы закрыли этот левый глаз, и правый стал ровно, но вы загляните под окклюзируют и вы увидите, что при этом левый будет смотреть к носу. То есть, закрывая косящий глаз, который становится ровным, это не значит, что тот, который не косил, тоже будет ровно. Поэтому вот это тоже очень момент надо понимать. Когда мы закрываем тот глаз, который смотрит ровно, косящий становится ровно, но тот, который смотрел правильно, он будет смещаться к носу. То есть, это один угол против второго. Поэтому например, я обычно привожу такой пример родителям. Если мы хотим младенца, ну не знаю, уже не младенца, годовалого ребенка научить прыгать двумя ногами, ну подпрыгивать, а при этом одну ногу мы привязали к попе. Как он двумя ногами научится прыгать или двумя ногами ходить, переставляя одну ногу за другой, если одна нога не работает, он участвует в этом процессе. То же самое с согласием. Если мы выключаем один глаз, предотвращаем его работу, не будут сформироваться неврологические контуры, которые должны взаимодействовать между правым и левым глазом и научить зрительную систему работать хором. Окклюзия может применяться в крайне редких случаях при очень глубокой амблиопе, амблиопе это ленивый глаз, когда мы перепробовали все другие методы и применяться она может очень ограниченное количество времени в сутки, не больше шести часов, начиная с двух часов, постепенно увеличиваем количество часов, обычно начинается количество часов соответствующая возрасту пациента, то есть два года, три года и так далее, рассчитывается по возрасту пациента, и окклюзия может применяться исключительно в рамках визуальной терапии, то есть когда пациент наблюдается у специалиста два раза в неделю для того, чтобы контролировать положение зрительных осей, например, у пациента один глаз минус два, другой минус восемь, тот, который минус восемь, там, ленивый глаз, мы в условиях коррекции не достигаем высокой остроты зрения, он всегда очень низкая, и мы начинаем окклюзировать хороший глаз, начиная с двух часов, постепенно увеличивая, но при этом два раза в неделю я наблюдаю пациента и контролирую, что у него созрительные носяки, если у него начинается косоглазие, то окклюзия срочно отменяется, а в условиях косоглазия окклюзия вообще не применяется в современной оптометрии. А здоровый глаз при этом страдает? У меня был пациент, которому окклюзию назначили в возрасте, по-моему, двух лет, ко мне пациент пришел в возрасте в восьми лет, и окклюзировали следующим образом, то есть ребенок, когда просыпается утром, он закрытыми глазами зовет маму, мама залепляет ему глаз, и он открывает глаз только тогда, когда он уже с второй залеплен. То есть окклюзия была тотальная на все время, от и до вообще, то есть он этим хорошим глазом не смотрел вот с возраста двух лет до того возраста, как он ко мне попал, то есть несколько лет. И когда я ему на приеме сняла эту окклюзию, там была очень глубокая амблиопия, ленивый глаз, то есть этим глазом давал две строчки. То есть таким методом лечения мы создали ленивый глаз, мы создали ситуацию, когда у нас ребенок с единицы со 100% зрения съехал, на 20% зрения не факт, что это можно поправить. А это ему назначили или это гиперстарательные родители? Нет, это ему назначили, это прямо в документах бумага было написано, не буду называть, где и кто именно это назначил, но это не единичные случаи, в этих случаях огромное количество. Когда он означает тотальную окклюзию, особенно в раннем возрасте. Тотально означает целый день. Хорошо, что не делать, мы поняли, давайте теперь перейдем к тому, что же можно сделать, чтобы исправить косоглазие. В первую очередь необходимо выявить вид, степень этого косоглазия. Чаще, часто бывает косоглазие, когда угол между зрительными осями, когда пациент смотрит далеко и близко, он разный. Сходящееся и расходящее косоглазие тоже лечится по-разному. Необходимо выявить, это называется сенсорный статус. То есть, когда глаз косит, что там происходит? У пациента двоид, он выключает один глаз, если он его выключает, супрессирует, то он выключает только центральную зону или весь глаз вместе. Необходимо выявить, есть ли двоение или нету, и насколько глубокое подавление супрессия, метод подавления призмы. Необходимо выявить, центральная ли фиксация у пациента или эксцентричная. То есть, когда один глаз плохо видит, при амблиопии формируется, косоглазие возникает, следствием косоглазия является амблиопия, при амблиопии очень часто, почти всегда формируется эксцентричная фиксация. Что это такое? На глазном дне у нас есть центральная ямка, она называется макула, которая может видеть четко, и только она может видеть четко. То есть, если мы сейчас поставим палец перед экраном, прямо сейчас, и будем на него смотреть, мы обратим внимание, что экран мутный, и все, что вокруг точки фиксации, вокруг пальца, на котором мы смотрим, тоже мутное, потому что только центральная ямка может обеспечивать высокую остроту зрения. А если глаз видит плохо, то зрительные оси не подставляют именно вот эту центральную ямку, которая может видеть хорошо обстрелить любую другую точку, потому что что так плохо, что так плохо, одинаково плохо, и возникает эксцентричная фиксация, фиксация вне центра. И поэтому, если, например, на эксцентричную фиксацию мы делаем окклюзию, то мы углубляем вот эту точку эксцентриситета и делаем условный итог хуже. Поэтому необходимо диагностировать, есть эксцентриситет или его нет. Если он есть, то сначала лечим эксцентричную фиксацию, потом лечим амалиопию вместе с пунктом бинокулярной системы. Единственный метод лечения, который дает функционал, то есть работу двух глаз вместе, возможность оценивать в глубину стероскопическое зрение, возможность воспринимать объекты в той форме, которая они есть, это только визуальная терапия. Визуальная терапия это цикл упражнений, цель которых научить мозг, не глаза, а мозг работать слаженно. Вместе, воспринимая информацию вправо-лево-глаз и совмещая их в один единственный образ. При этом неврологический поток, который идет к мышцам, должен быть правильным, чтобы глаза были ровно, отправлялись правильно и подставляли правильные зоны сетчатки, для того, чтобы мозг мог эти зоны совместить в один единственный образ. Визуальная терапия это долго, муторно и тяжело. Это ежедневная работа, при этом два раза в неделю пациент в клинике и проходит лечение именно в клинике, это упражнение, а остальные недели он занимается дома, и домашнее задание занимает час времени. То есть в клинике нагрузка 40-45 минут, и каждый день занимается час. Цикл минимальный это 24 занятия, условно говоря, три месяца. И чем глубже бинокулярное нарушение, тем дольше будет лечение, непрерывное. то есть это может быть 9 месяцев, это может быть полтора года, это может быть два года, это может быть столько, сколько может быть. И не во всех случаях визуальная терапия успешная, то есть если там неврологическая патология, смысла нет заниматься. Если очень глубокое подавление, супрессия и рана началось к соглазию, и пациент уже взрослый, условно говоря, 12-14 и старше, то неврологическая пластичность ниже, чем у ребенка, смысла заниматься тоже нет. А бывают ситуации, что мы знаем, что в конкретном данном случае визуальная терапия навредит, и тогда лучше вообще ничего не трогать. Например, когда создалось такое слово, аномальная корреспонденция сетчаток. В этом случае далеко не всегда стоит вообще что-то делать. есть второе условное лечение, извините за этот жест, но да. Дождите секундочку, у меня еще есть вопрос по визуальной терапии. Какие именно упражнения, что ожидать? Ну вот самое распространенное, которое рекомендую, это смотреть на карандаш и вдаль фокусировку менять. Визуальная терапия это значит, что пациент приходит в клинику, где есть специалист по бинокулярным нарушениям. пациента обследуют все функции бинокулярной системы. Исходя из диагноза и результатов тестов, формируется индивидуальная программа лечения под конкретного пациента, исходя из его диагноза, из результатов тестов, из его когнитивных способностей. То есть программа лечения для трехлетнего ребенка, девятилетнего ребенка или тридцатилетнего мужчины, они будут абсолютно разные. Занятия расписываются вот на таком-то приборе, мы занимаемся столько минут вот с такой-то нагрузкой, столько-то времени, ну столько-то минут. Вот на таком приборе ты-то-ты, столько-то времени, столько-то нагрузкой и так далее. То есть программа лечения расписывается поминутно, индивидуально, исходя из пациента, а само лечение проводится одним специалистом, с одним пациентом, с четким контролем выполнения тех упражнений, которые ему даются. То есть от пациента ни на секунду никто даже взгляд не отводит, даже не отходит, а взгляда не отводит для того, чтобы контролировать правильное выполнение того или иного задания. То есть это не то, что мы все пришли в кабинет охраны зрения, так они называли в Советском Союзе и по сей день часто. У нас там стоит лазер, магнит, лоптофор, ручьёк и ещё какие-нибудь приборчики, вот туда запустили группу пациентов, там сидит медсестра в уголочке и что-то кто-то где-то лечит. Оно так не работает. Это индивидуальные занятия с пациентом по индивидуальной программе и только тогда мы можем ожидать положительной динамики. Скажите, пожалуйста, а есть какие-то данные по эффективности этого метода, что можно скорректировать косоглазие, не прибегая к серьёзным операциям и вмешательствам? Да, мы поняли, что это долго, муторно и нудно, как вы сказали, но на сколько процентов можно быть уверенным, что через год-два будет результат? Эффективность просчитать невозможно, потому что у каждого пациента, во-первых, разная неврологическая пластичность мозга, у всех разный возраст, угол косоглазия тоже разный, степень, там, резорукости, дальнозоркости тоже отличается, поэтому сказать в этом случае будет столько-то процентов, а в том случае столько-то процентов. Таких клинических исследований не проводилось и провести их малореально. Эффективность визуальной терапии, если взять все виды косоглазия, более 85%. Опять-таки, пациенты, которые изначально нет шансов улучшить их функционал, потому что неврология, потому что возраст, допустим, уже 15 лет, а косоглазие началось в возрасте полугода, и оно очень большое, или там оперированные пять раз глаза, этого смысла вообще нет ничего делать, даже после одной операции эффективность снижается в разы. То есть просчитать это невозможно. Динамика зависит от, во-первых, неврологической пластичности мозга, то есть, условно говоря, если ко мне приходит пациент 4 года, например, Ваня, вот, если мы возьмем Ваню и начнем сажать на шпагат, он туда сядет на этот шпагат через неделю, через месяц, или никогда, если мы не попробуем, мы не узнаем, насколько пластичны там мышцы, сухожили и так далее. То же самое пластичность мозга. Второй основной фактор, это насколько пациент вовлечен в процесс лечения. То есть, если он сидит на занятиях или дома и делает для галочки, то эффективность будет ниже, и все это растянется во времени. А если он прямо старается, то все будет намного быстрее и легче. То есть, с одной стороны, мы говорим, да, со взрослыми пациентами работать сложнее, потому что у них неврологическая пластичность меньше, но у них мотивация больше. Трех-четырехлетнему ребенку оно ему не надо. У него и так жизнь удалась, у него все хорошо, ему все равно, что маме не нравится фотография в Инстаграме. Он не понимает, на что это влияет и какие последствия у косоглазия будут на его дальнейшую жизнь, на выбор профессии, на то, насколько безопасно ему будет за рулем и так далее. То есть, косоглазие, это не просто глаз не смотрит, косоглазие, это значит, бинокулярная система, центральная нервная система неправильно работает. Это сопряжено с гормональным фоном, с выработкой глюкокортикоидов, которые, естественно, являются гормонами, на циркадные ритмы, на уровень внимания, на продолжительность внимания не только зрительного, но и всего организма. Пациенту, у которого нет бинокулярного зрения, то есть, он не воспринимает глубину, это накладывает ограничения в выбор профессии. То есть, любая профессия, которая требует оценку глубины, это стоматология, это медицина, это любая профессия, связанная с микроскопом, например, биотехнологией, фармакологией и так далее. То есть, это серьезное ограничение по выбору дальнейшей профессии. Это не просто глазик не смотрит, это значит, что нету в воскресе глубины, это значит, что мы, условно говоря, циклоп, мы смотрим одним глазом, нету парности, нету второго глаза, который дает нам возможность лучше, четче определять расстояние, направление, траекторию движения объекта в пространстве. То есть, это серьезная проблема, они просто глаз не смотрят. Это не косметика. А водить машину можно с косоглазием? В нашей стране, да. А в других нельзя? Есть страны, где нельзя, где если нет бинокулярного зрения, то нельзя. Хорошо, давайте вернемся к детям. Час упражнений это и для взрослого тяжело, а для детей вдвойне. Я просто так и не понимаю, что это за упражнение, насколько тяжело родителям. Ну, не заставить, а как-то вовлечь ребенка в этот процесс, потому что он достаточно долгий. Одно из наиболее эффективных упражнений, которые почти всегда мы назначаем в качестве нашего задания называется шнурок брука. Шнурок брука это ниточка, веревочка, на которой насажены бусины разного цвета, цвет не принципиальный, может быть, три бусины, может быть, десять, двадцать и так далее. Если у пациента сходящийся к согласию, мы хотим его научить разводить зрительную ось. Он берет шнурок, он может быть шнурок трехметровый, один метр и так далее, в зависимости от ситуации и ставим бусинки на определенном расстоянии. На каком конкретно расстоянии, об этом тоже индивидуально каждый пациент получает инструкцию. Ставим к носу, натягиваем бусинки и пациент смотрит на ближайшую бусинку, фиксирует на ближайшие бусинки, при этом он должен видеть, что шнурок как будто бы проходит крестом через центральную, через ту бусинку, на которую он смотрит, а при этом он должен остальные две бусинки видеть дважды, они должны двоить. Это значит, что у него не выключается второй глаз, он видит обоими глазами и он фокусирует взгляд, концентрирует, конвергирует и аккомандирует на вот эту бусину. Дальше он переносит взгляд на следующую бусину, на центральную, при этом он должен видеть крест на центральной бусине, передняя и задняя, бусины двоя, потом переносит взгляд на последнюю бусину, при этом эти две двоя, то здесь происходит крест. Так несколько раз взглядом туда-обратно, потом отодвигаем от себя бусины и продолжаем бегать плодами туда-сюда. Пододвигаем, задвигаем, задвигаем, доходим до максимальной возможности, начинаем заново, приближаем и учим глаза расходиться. А если нам нужно наоборот лечить расходящийся, нужно научить его конвергировать, сходить глаза к носу, когда мы начинаем приближать к себе бусины. Потом мы это делаем при взгляде вверх, то есть бусины идут вверх, бусины идут вниз, бусины идут налево, бусин будет направо, и так далее. Потом к бусинам можно добавить нагрузку в виде аккомодационной нагрузки, то есть сверху ставятся линзы, если это происходит у нас в кабинете, плюс один или минус один, плюс два, минус два. Можно поставить призмы, то есть усложнить или облегчить схождение и расхождение зрительных осей. Вот это вот самое базовое, простое упражнение, которое, условно говоря, оборудование, даже если это оборудование можно назвать, оно очень простое. То есть существует определенный набор приборов, это не прибор, это приборов и приспособлений, на которых расписывается программа лечения, что мы с ним делаем, куда мы смотрим, как мы контролируем процесс, чтобы глаз взаимодействует, а глаз не отключается. То есть на каждом приборе по равному дому. Это вот такие простые приспособления, которые мы даем. Это может быть, например, зеленый листик, красный. На одном листике нарисованы глазки, на другом листике ротик. Мы стоим перед углом 90 градусов на левой и правой стенке наклеены эти картинки глазик и ротик. Берем зеркало, ставим перед переносице и глазами сводим, чтобы видеть мордочку. Вот такие упражнения. Упражнения для домашнего задания. Все материалы мы выдаем пациенту. И записаны видео, где объясняется, как каждое задание проводят. То есть пациенту разъясняется это в кабинете. Пациент получает памятку, написанную, как проводить задание. У пациента есть доступ к онлайн-роликам, как это задание проводить, если что-то не запомнил, забыл, уточнить и так далее. То есть правильный метод выполнения того иного задания очень сильно влияет на результат. Другими словами, онлайн-визуальную терапию проводить невозможно, потому что, давайте представим ситуацию, что мы пустили человека в спортивный зал, и он там начинает поднимать штангу 0,5 килограммов. Толк от этого будет 0, никакие мышцы и трицепсы, и бицепсы не накачаются. А если он начал поднимать штангу, наверное, 70 килограммов, то он может сорвать себе спину. То есть эта нагрузка будет чрезмерной и может навредить, или она будет слишком слабой. Поэтому визуальная терапия может пройти только под чутким контролем, когда мы пациента наблюдаем регулярно, и нагрузка пересматривается, то есть программа лечения, она не расписывается сразу на весь процесс лечения, она расписана на три занятия, потом пересматривается, три занятия пересматриваются, промежуточные приемы, смотреть на приборах, какую мы добились динамику. То есть это подконтрольный процесс, это не может быть. Есть раз, два, три, четыре, пять приборов, вот купите их все домой и делайте с ними что-то. Так не работает. Спасибо большое. Теперь понятно, что процесс, с одной стороны, достаточно простой, с другой стороны, невероятно сложный и долгий. И вот тогда вопрос. У человека есть деньги, он приходит и говорит, слушайте, сделайте мне операцию, я не хочу в течение часа каждый день, два года, смотреть на ваши бусинки, зеркала, цветочки. Давайте сделаем операцию и решим проблему. Есть виды косоглазия, которые лечатся только очками, больше никак. Например, аккомодационный эстрабизм. Это когда у пациента высокая степень гиперметропии, плюс большой, мы надели глаз к носу, давайте смотрим, какой к носу, мы надели очки, и глаза стоят ровно. Это единственный метод лечения косоглазия конкретного типа. Если мы прооперируем пациента, то у него потом, скорее всего, будет расходящееся косоглазие. Просто надо начать очки или контактные линзы. И другого варианта нет. Очень часто в нашей стране давайте сначала прооперируем, потом посмотрим, что будет, без того, чтобы пациенту предварительно изначалась коррекция зрения. Тогда мы получаем двоение, мы получаем повторные еще 10 операций, мы получаем пациента, с которым и в визуальной терапии уже потом делать нечего. Это частая проблема. Общая схема лечения международная, это я не придумывала, это можно почитать, посмотреть в интернете, доступ к этим документам есть. Первый этап лечения косоглазия – это очки, естественно, полная коррекция, визуальная терапия. Только в тех случаях, когда визуальная терапия не дала результата, не дала должного эффекта, только тогда мы рассматриваем хирургию, и чаще всего хирургия – это внешний вид, это косметика, это не функционал. Если мы хотим добиться функционала, например, посредством операции, то сначала визуальная терапия. Мы, например, с визуальной терапией уперлись в стену, потом остаточный угол оперируется, и потом опять-таки визуальная терапия. То есть если, как вы сказали, мужчина хочет просто сделать операцию без визуальной терапии, да, возможно, но это косметика, это не лечение. То есть не будет бинокулярности, не будет трехмерного восприятия объекта. Пилотом ему не стать, и за рулем он будет так себе эффективный водитель, шофер, не знаю, как сказать. Но опять-таки все, что касается звукортикоидами, с, условно говоря, проблемами или особенностями зрительного восприятия, скорости и качества чтения, восприятия текстов, восприятия цифр, вообще зрительного восприятия. 85% нашего восприятия окружающей среды у нас как человека. Это посредством глаз. А если при этом глаза работают неправильно, зрительная система работает неправильно, отражается на всем нашем организме, на настроении, на сне, на качестве жизни в целом. Это не просто плохо вижу. Сказали про операцию, лазерная коррекция зрения, достаточно распространенная история. Если есть бинокулярные нарушения, может ли лазерная коррекция навредить? Я до этого говорила про операцию к согласию. Если вопрос идет по операцию по лазерной коррекции зрения, значит, во-первых, если есть бинокулярные нарушения, то лазерная коррекция зрения не может быть показана. Сначала речим бинокулярные нарушения, потом делаем коррекцию зрения. Это первое. Второе, нужно четко понимать, что лазерная коррекция зрения не может быть осуществлена, если пациент не пользовался полной коррекцией зрения достаточно проложительное время перед тем, как идти на лазер. После того, как пациент пользовался продолжительным временем, минимум полгода, а лучше год, полной коррекцией зрения, осуществляется прием и оптометриса с целью выявления нарушения бинокулярной системы, если они есть, и офтальмолога с целью выявления противопоказания с точки зрения офтальмологии. Задний кератоконус, например, или какая-нибудь другая дегенеративная патология роговицы. Или толщина роговицы должна быть достаточной, чтобы можно было осуществить коррекцию зрения в зависимости от тех диоптрий, которые надо убрать. Если есть нарушения бинокулярной системы, то сначала мы, естественно, пользуемся полной коррекцией, потом визуальная терапия, и когда мы избавились от бинокулярного нарушения, мы идем на лазерную коррекцию. Что происходит часто в моей практике? Пациента никогда не было полной коррекции, он сделал ласик, он добился относительно хорошей остроты зрения, но началось вдвоение следствий косоглазия. И как бы обратно это уже не откатить, не вернуть и так далее. То есть опять-таки мы упираемся в долгую историю визуальной терапии, которую можно было избежать. Это осложнение бывает, если перед операцией не проверили, есть ли бинокулярные нарушения, правильно? Да, да, именно так. А в протоколе, в клинике, где оперируют, в 99% случаев бинокулярность не проверяют. Но у нас, по-моему, не всегда проверяют? В большинстве случаев нет. То есть я знаю, там, на пальцах одной руки пересчитать клиники, где да, это делают. А если у человека уже есть бинокулярные нарушения, но еще не ярко выявленные, что должно насторожить, какие первые симптомы? Двоение. Опять-таки поначалу оно раздваивается и сходится, раздваивается и сходится, особенно когда мы устали и, не знаю, там, приняли лишнего, болеем, температура и так далее. Головные боли частые, головокружение, утомление, особенно при зрительной нагрузке. Зрительная нагрузка, например, я за рулем, смотри, далеко это может быть, или я читаю вблизи, и вот прям мутит, тошнит, голова кружится и так далее. Утомляемость быстрая, потеря внимания зрительного, опять-таки, когда читаю или с компьютером работаю. То есть все покраснение глаз, сухость глаз, ощущение называется это астонопе, тогда, когда мы ощущаем, что у нас вообще есть глаза. По обычной жизни мы не должны вообще ощущать, что они у нас вообще есть, а вот когда мы их чувствуем, что они присутствуют, это называется астонопе. То есть при любом проявлении астонопии проверяем зрение на качество его зрения и функции бинокулярной системы. Значит, основная симптоматика – это головные боли, головокружение, это астонопия, это двоение. То есть если возникает двоение, срочно бежим. Еще часто пациенты путают цилиндр, цилиндрические аберрации, стигматизм, с истинным двоением. Значит, когда мы говорим о двоении, это значит, что мы видим один объект и рядом с ним второй объект. Это двоение, два объекта. Они могут быть выше, ниже, как угодно, но их два. А когда мы видим, как будто бы второй контур, это значит, что у пациента не коррегировано стигматизм. Значит, нужны очки с цилиндром. Вот второй контур – это не двоение. А когда мы видим два объекта рядом, это косоглазие стоп-дуба. Ну или опять-таки патологии, о которых мы говорили. То есть при косоглазии они не наслаиваются друг на друга, не могут наслаивать? Нет, они один и рядом другой. Они вот рядом объекта. Оно может раздваиваться, слепляться, раздваиваться, слепляться. Ущение, что как будто бы каждый глаз смотрит в отдельности в разную сторону. Это двоение. Это косоглазие. Вы сказали, что перед операцией необходимо год ходить с полной коррекцией. Что такое полная коррекция? Почему так важно? Полная коррекция зрения – это то сочетание сферы и цилиндра в очках или в контактных линзах, которое переносит фокус на сетчатку глаза, формируя один единый точный, четкий фокус на сетчатке глаза. Это сколько диоптри надо. Например, минус два с цилиндром минус один. Или плюс три с цилиндром минус полтора. То есть сколько сферы и сколько цилиндра, чтобы был фокус на сетчатке – это степень близорукости, дальнозоркости, гиперметропе, миопия, стигматизм. При этом, когда мы перенесли фокус на сетчатку глаза, мы измеряем, как четко пациент видит. То есть это уже острота зрения. Я вижу три строчки, пять строчек, десять строчек. Десять строчек – это 100%, три строчки – это 30%, двенадцать строчек – это 120%. Вот этот процент, сколько я вижу, зависит от плотности колбочек на сетчатке глаза. Это как, не знаю, насколько волосы густые. То есть есть люди, у которых хвост они собирают волосы, у них прям косак толстая. Значит, много луковиц на квадратный миллиметр. А есть у которых жиденькие волосы, мало луковиц на квадратный миллиметр. Вот чем больше колбочек на квадратный миллиметр, то им выше резолюция глаза и выше острота зрения в полной коррекции. То есть есть люди, которые могут видеть 400%, 200%. То есть 100% зрение, единица, вот эти 10 строчек – это средняя температура на больницу. Но есть люди, у которых больше плотность колбочек, они могут видеть более четко, так скажем. У них выше разрешающая способность глаза. Полная коррекция – это та коррекция, которая переносит фокус на сетчатку глаза, позволяя максимально высокую остроту зрения. То есть не позволяя единицу, мы не корригируем до единицы, мы корригируем до той остроты зрения, которую мы можем. Как интересно. То есть кто-то видит Full HD, а кто-то в 4К. Да, да, да. У кого-то повезло, и волосы густые, а кому-то не очень. И есть то, что есть. Бывают ситуации, когда при полной коррекции зрения, в отсутствии патологии, в отсутствии амблиопии и так далее, астата зрения – 90%. Ну, потому что колбочки не такие плотно сидят на сетчатке плата. Это не нарушение, это не потолок, это просто чуть ниже среднего. Ничего страшного. А бывает, вот в зафиксированном случае, 400% человек видит. Ну, примерно как сапсан. Почему нужно носить полную коррекцию, если, например, человек уже привык к тому, что у него небольшой минус, он не страдает, очки носить не хочет? Зачем? Зрительная система является частью центральной нервной системы. То, что мы уже сказали, влияет на наше мироощущение, кармональный фон от этого зависит, качество сна, глюкокортикоиды, вот эта вся история, циркадные ритмы и так далее. Длительная система работает легко и просто, без лишней энергозатраты. Штука энергозатрат – это мозг потребляет больше кислорода. Значит, мозг работает комфортно, тогда, когда на сетчатках глаза формируются чёткие изображения. Если человек видит нечётко, и он должен напрягать своё зрение, это значит, мозг начинает потреблять больше кислорода. Увеличение потребления мозга кислорода приводит к увеличению секреции глюкокортикоидов. Глюкокортикоиды – это гормоны стресса, самый известный из них – это кортизол, и тогда будет ассинсимпоматика со сном, с циркадными ритмами, о которых мы уже говорили. То есть, если я вижу плохо, вот это вот словосочетание «а глазик должен работать», это совершенно никаким образом не соответствует действительности. Глазик должен работать именно тогда, когда он смотрит. Вот я сейчас смотрю на вас, у меня фокус падает на сетчатку, это уже нагрузка на зрительную систему. Он у меня работает, но он работает правильно. А если я очки снимаю, то он работает неправильно. У меня неправильное сейчас соотношение работа в конвергенции, насколько я скажу зрительную сносу, и аккомодации, насколько я правильно пофокусирую. И тогда она ведет напряжение на зрительную систему, покраснение глаз, утомляемость, усталость и вот понисходящая стенопе и так далее. То есть у нас глаз работает и мозг работает, потому что глаз – это мозг вынесен на периферию, сетчатка – это часть мозга, которая находится на периферии. Вот у нас мозг работает правильно только тогда, когда фокус на сетчатке. Поэтому если мы видим плохо, и мы ходим без очков, это значит, мы усугубляем нагрузку, нагрузку, усиливаем нагрузку на центральную нервную систему. Если ребенок пытается выполнять домашнее задание, и он плохо видит, он это домашнее задание сделает плохо, с истерикой, с лишней нагрузкой, с краснючими глазами и с головной волей. Ну, студент тот же самый, или человек, который работает за монитором компьютера. То есть снимать очки а-ля глазик должен работать – это ровно наоборот. Глаз работает правильно, когда он в очках. Глаз работает неправильно, мозг работает неправильно, когда он без очков. У нас же никого не происходит, не возникает мысли, а давайте человек, который видит хорошо, не пользуется коррекцией, делаем ему очки так, чтобы он видел плохо, потому что его же глаз должен работать. Такой же мысли не возникает. Ну, вот ровно наоборот. То есть посредством очковой коррекции и контактной коррекции мы создаём такие условия, как работа глаза человека, который не нуждается в коррекции. Обесвечу её правильно. Интересно, спасибо. Скажите, а с какими ещё нарушениями зрения приходят именно к оптометристу? Амблиопия – это ленивый глаз, это эксцентричная фиксация, о которой мы говорили, когда свет падает не на центральную ямку, а в ней её. Это аномальная корреспонденция сетчатки. Это один из видов адаптации к косоглазию. Это высокая и низкая степень миопии, гиперметропии. Это анизометропия. То есть один глаз, например, минус один, другой минус шесть. Вот есть такое тоже ошибочно расхожее мнение, что нельзя делать большую разницу между правым и левым глазом. Глаза не адаптируются. Это совершенно не соответствует действительности. Если правильным суммом подходить к этому вопросу, то да, адаптируется. То есть есть определенная методика адаптировать зрительную систему. Это антиметропия. Например, один глаз плюс два, другой глаз минус полтора. То есть всё, что касается коррекции зрения, подбор очков, очковой коррекции, подбор контактной коррекции – это оптометрия. Всё, что касается органа зрения в плане патологии, конъюнксивит, кератит, глукома и так далее – это оптомология. Наталья Вадимовна, спасибо вам огромное. Мне было искренне интересно с вами сегодня пообщаться. Благодарю за такой детальный разбор темы. Дорогие друзья, напоминаю, что у меня сегодня была в гостях Ринская Наталья Вадимовна, основатель Центра коррекции зрения Натальи Ринской, магистр оптометрии и специалист по бинокулярным нарушениям. Также напоминаю, что у Натальи Вадимовны есть YouTube-канал, есть Telegram-канал, все ссылки будут в описании. Подписывайтесь, не забывайте задавать вопросы в комментариях. Мы всё читаем. Наталья Вадимовна, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что вопросы будут, и мы сможем с вами встретиться ещё раз. Субтитры создавал DimaTorzok